На этой неделе в жизнь автомобилистов вернулись письма счастья. Так называют штрафы за нарушения ПДД, которые приходят по почте с фотографией автомобиля. Такая система работала в Украине пять лет назад, вспоминают водители. И тогда ударила по бюджету многих любителей полихачить. Мой знакомый лично за одну поездку в Крым получил таких писем восемь. Он очень огорчился, когда вернулся домой с отдыха. Поездка в Крым обошлась ему как венец. Приборы визир, которые использовали тогда сотрудники ГАИ, нередко допускали ошибки, вспоминают эксперты. Камера работала медленно и могла сфотографировать либо другой автомобиль, либо и вовсе пустую проезжую часть. Кроме того, кто бы ни был за рулем во время нарушения, извещение о штрафе получал владелец авто. У меня был факт такой, тоже пришло письмишко, там фотография моего автомобиля, превышение скорости. Я в этот день на машине ездил. Ездил другой человек. Я машину просто на стол отгонял. Там, видимо, ребята, надо было проверить ее после ремонта. Проехался, превысил. За два года работы визиров в судах накопились сотни исков от возмущенных автомобилистов. В 2010-м систему упразднили. Но на этой неделе нардепы проголосовали за возвращение фото- и видеофиксации нарушений. Правда, уже с новыми приборами. Эксперты и юристы решение считают правильным. Мол, это позволит уменьшить смертность на дорогах. Вот только в неотвратимости правосудия сомневаются. В тот раз, когда была фотофиксация, это было и удаление штрафов из базы, и якобы повреждение носителей информации, ну и также другие способы, которые применялись для того, чтобы уйти от ответственности. Сомневаются эксперты и в неизбежности наказания для любителей выпить за рулем. Уже сейчас нетрезвый водитель, которого в третий раз остановили госавтоинспекторы, может лишиться крупной суммы и прав на 10 лет. Тем не менее, законотворцы в этом году хотят еще ужесточить наказание. Согласно новому законопроекту, в зависимости от количества выпитого спиртного, автомобилист может попасть за решетку на три года. 100 грамм выпил, и тебя там оштрафуют на 100 гривен, а 200 грамм уже на 300 гривен. Ну это бред. Вообще, в принципе, за руль садиться в нетрезвом виде, либо с остаточными признаками алкогольного опьянения, ну в принципе нельзя. Без обеспечения неотвертимости наказания и, как бы, принципа, что наказание для всех одинаковое, да, то есть и для чиновника, и для обычного водителя. Без этого это все, ну, как бы, дополнительные рычаги для инспектора, который может еще больше надавить на человека. Вот. Эти дела надо рассматривать публично. Хорошие новости сулят эксперты дилерам автомобильных марок с мировым именем. Украинский рынок новых авто в этом году может вырасти на 10-12%. Если страна за предоставленный России кредит в 15 миллиардов долларов отменит спецпошлины на импортные автомобили, то следом за российскими машинами подешевеют и все иномарки. Целевого такого снятия этих пошлин быть не может, и, скорее всего, это требования ВТО, такие пошлины должны быть сняты для всех импортируемых автомобилей. Но положение отечественного автопрома такие шаги могут подорвать. Чтобы помочь отрасли, Кабмин планирует за каждую сданную на утилизацию машину выплачивать владельцу около 12 тысяч гривен. Однако речь идет не о живых деньгах. «Мы пойдем тем же путем, которым пошли Америка и Россия. Если человек сдает старую машину, он получает справку и может купить дешевле автомобиль отечественного производства». К лету в Украине станет экологичнее топливо. Кабмин утвердил технический регламент по требованиям к бензинам, дизельному и другому топливу. Теперь стране придется перейти на бензин классов Евро-3, Евро-4 и Евро-5 в зависимости от содержания серы. «Ужесточение вот этих норм, оно не имеет никакого отношения к улучшению качества. И пытаться здесь перенапрягться и ввести на наших заводах, например, Евро-5, но это немножко преждевременно. Промышленность не готова к этому». Не готовы к перекраиваниям правил и законов и автомобилисты. В этом году им предстоит еще немало перемен. Новые буквы на номерах, упрощение обмена и получение водительских прав, колебания цен на топливо. Какие из этих нововведений будут приняты и окажутся успешными, станет ясно в ближайшее время. Ксения Бай, Борис Буцевич, Алексей Жучков. Объектив неделя.